Всем привет, с вами Тед, и сегодня я приглашаю вас на увлекательное приключение в игру Спор. Это игра про эволюцию, в которой вы развиваетесь как существо и пытаетесь постигнуть новые способности, эволюционировать, чтобы выжить в этом сложном мире. В конце концов, вы можете стать кем-то вроде такого, кого я мило назвал моё худшее создание. Я думаю, вы точно не хотели бы оказаться рядом с этим устрашающим существом. Но что, если я вам скажу, что вы великолепны? А раз мы великолепны, зачем нам эволюционировать? Давайте попробуем пройти спор без единой эволюции. Выберем планету, похожую на Землю, и, конечно же, начнём с самого начала, с этапа клетка, с низшей формы жизни, и она у нас будет платоядная. Игра начинается с падения астероида. Астероид падает на нашу планету, разлетается мелкими кусочками по водной поверхности, и в итоге зарождается новая жизнь. Идеальная жизнь, идеальное создание, которое должно захватить эту планету. И вот оно, рождение нашего идеального создания. Его зовут Протос. Он создан идеально сбалансированной формой жизни, которая идеально вписывается на нашу неидеальную планету. Но Протос настолько хорош, что он может сражать самого появления. В своей нелёгкой жизни Протос преуспел, начал расти и поглощать более мелкие формы жизни. И за каждый съеденный кусочек мяса мы получаем одно очко ДНК, которое мы можем потратить на нашу эволюцию и совершенствование. Но как можно эволюционировать, когда мы настолько идеальны? Хотя в будущем Протоса явно ждёт очень много опасностей. Наш Протос достаточно успешно питался и выживал, но вы видите, насколько другие формы нуждались в своих усовершенствованиях, чтобы выжить в этом сложном мире. А мы идеальны. В общем, первый этап достаточно простой. Мы съели достаточно корма и получили свой крошечный мозг Протоса. И вот мы готовы выходить на сушу. Мы, конечно же, можем сделать себе классные ноги. Но, ребята, зачем ноги идеальному существу? Мне кажется, идеально сбалансированная раса Протос готова выходить на сушу. Протос всплывает и своими жадными глазами наблюдает за этим крошечным мерком, который ему предстоит захватить. Он уже знает, что он настолько хороший, идеален, что зовёт всю свою подмогу, всю расу, чтобы она вылазила и начинала захватывать этот мир. Итак, на этапе существо тоже всё достаточно просто. Мы можем собирать, конечно же, апгрейды, но это делать не нужно, потому что мы всё равно не будем эволюционировать. Поэтому вначале мы просто ползём к другому гнезду. Ползём, потому что у нас только одна способность. И хоть мы и плотоядные, мы будем со всеми дружить. Будь то груша или яблоко, нам не важно. В начале-то достаточно просто. Просто подходим, поём, и вот мы подружились, и вот уже груши наши фанаты. Так что на этом этапе у Протоса вряд ли возникнут проблемы с захватом новых территорий. И вскоре Протос ещё немножко поумнеет и сможет набирать себе в стаю ещё дополнительных помощников. Это нам понадобится. Подходим к дружеским существам, поём, и вот они уже у нас в стае. Они тоже с нами пляшут и веселят. В стае вместе, вдвоём уже проще захватывать новые лагеря. Два раза сильнее мы поём, два раза сильнее все с нами соглашаются, и у нас всё круто. Конечно, в этом мире, где всякие кудахталы уже научились летать, тяжело быть Протосом, который умеет только ползать. Но его успокаивает то, что он идеален и великолепен. И за это стоит поставить лайк. Но тут начнутся первые трудности. Начнут во время пения подходить друзья и помогать петь. И мы не сможем их переселить, потому что наш клюв не эволюционирован. Вам нужно будет отталкивать существа от их лагеря, чтобы они оставались наедине. Ну и наедине, один на один, Протос уже может всё объяснить, всё, что он хочет, и подружиться с существами. Но тут появляются существа, которые научились танцевать. И Протос со своим пением, ну никак не может с ними подружиться. Нашему Протосу будет точно очень нелегко выживать в этом сложном танцующем мире. Иногда, конечно, в этом сложном мире Протос отчаивается и идёт поплавать. Но это, конечно же, грустная история для нашего Протоса. Поэтому продолжаем со своей бригадой идти и дружить, дружить, дружить с другими существами. Ну и спустя некоторое время, подружившись со многими, Протос достигает эволюции, не эволюционируя. И мы переходим к этапу племя, где нам настоятельно рекомендовали взять руки хотя бы, чтобы использовать инструменты. Но, как вы видите, Протос справляется без рук. Он идеален, он сбалансирован, и он просто отлично подходит для этого сложного мира, который ему предстоит захватить. Сейчас вы смотрите, как Протос добывает огонь. Посмотрите, какие скиллы, с какой способностью он этого достигает и как он это делает. Это просто невообразимо. Протос настолько совершенный, что он может без рук достичь огня и основать своё племя. Вот мы видим первое племя Протосов и их грозного вождя. Самое главное на этапе племя не забыть взять свою стаю. Она будет нам нести яйца. Протосы любят яйца. И сразу же отправляем Протосов на добычу яиц. Яйца это такая валюта, Протосов они расплачиваются яйцами. Правда, вождя иногда штырит, да и вообще всех Протосов подштыривает периодически. Они не совсем себя адекватно ведут местами. Конечно, то, что мы дошли до этого этапа без ног, нас замедляет. Но это нам не должно помешать его пройти. Самое главное построить дудочную станцию. Затем берём дудки и идём к вражеским племенам. Подходим к вражескому племени. Они просят показать дудки. Показываем дудочку им несколько раз. И вот мы с ними уже, друзья, навек. Получаем свой первый тотем. Второй тотем тоже мы получаем только с дудками. Ну и дальше по той же схеме. Так что на этапе племя нам никак не помешало то, что у нас нет эволюции. И мы переходим на этап цивилизация. Если честно, отсюда уже можно сделать вывод, что можно пройти игру. Потому что на этапе цивилизация нам не мешает отсутствие ног. Мы уже будем использовать технику. Но посмотрите, это первое цивилизованное поселение протосов. Они построили свой Нексус. Свою ратушу, где они будут жить, развиваться. Будут развивать свою экономику. Потому что протос это экономическая, это умная раса. И посмотрите на этот Нексус. Он величественный. Величественное строение протосов. Здесь они будут показывать своё превосходство. Так что поиграем ещё на этапе цивилизация. За нашу первую цивилизованную группировку протосов. Сразу же строим машинки и идём захватывать гейзеры со специями. Специи это местная валюта, а протосы это экономическая раса. Им надо очень много денег. Самое главное захватить все-все-все гейзеры до того, как их начнут захватывать соперники. И горожане хотят радости, но мы хотим денег. Поэтому мы повсюду раскидываем заводы. Вот это заводы протосов, они будут увеличивать нашу прибыль. Начинаем по религиозному и пытаемся захватить свой город. Мы просто нападаем на соперников и обращаем их в свою голубую религию. Видите, наши голубые протосы превращают фиолетовых протосов в голубых протосов. Вот так вот это всё работает. А затем в каждом городе встроим всё больше заводов, чтобы заработать всё больше денег. Самое главное для начала захватить свою часть острова. И у нас открывается сразу же доступ к фениксам. Фениксы это летающие юниты протосов. И они будут захватывать другие недоступные нам ранее земли. Вот армия фениксов вылетает на захват новых земель. Вот так выглядит захват фениксами нового города путём обращения его в свою веру. Но это не самое главное. Самое главное, что у нас очень развитая экономика. Потому что на этом этапе требуется захватить всю планету. Все города должны быть в твоей вере. Построив экономический транспорт, мы можем начать торговлю с соседними городами. И на этом тоже зарабатывать ресурсы. Потом у нас спросят, за сколько бы мы купили этот город. Мы, конечно же, предложим тысячи четыре. Вряд ли мы больше дадим, потому что там остальные варианты очень дорого. И, конечно, нам скажут, что нет, мы не готовы за это продаться. И вот он секрет, почему нам не надо сразу всё пытаться захватить и нужно круче экономика. Если мы дружим хотя бы с шестью городами, у нас есть классная способность. Пришествие Мессии. И стоит она достаточно дешевле, чем просто купить город. Поэтому вот так появляется наш Мессия. Идеальный Протос. И это сразу же обращает в веру всю планету. Все начинают верить этому идеальному Протосу. И дальше этап Космос, который реально не зависит от того, как мы эволюционировали. Поэтому, ребята, мы замечательны. Мы прошли за идеальную сбалансированную расу эту игру, спор. Мы дошли до этапа Космос. И дальше остаётся лишь летать по планетам. И, собственно, пора идти всю эту игру до конца. А с вами был Тед. Надеюсь, вам понравилось. Не забудьте оставить коммент или лайк. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok